Бэткомедиан. Один из самых популярных видеоблогеров в России. Отличный обзорчик дерьмовых и не совсем фильмов. С несколько нестандартной, но интересной подачей. Евген на ютубе уже больше 10 лет, и он не изменяет себе. Началось все с обзоров на трэш, затем перетекло в обзоры на фильмы, спонсируемые Министерством культуры. Это и по сей день главный тейк, главная идея Бэткомедиана. Мол, с Министерства культуры, с наших налогов финансируются откровенно бездарные фильмы. И с этим трудно не согласиться. Российское кино очень, очень, ну очень далеко от идеального и даже качественного продукта. Пусть и в последнее время дела становятся намного лучше. Золотая эра Бэткомедиана приходится, я бы сказал, на 2013-2018 год. Ну, когда в РФ снимали «Шлак» и только «Шлак». Хотя объективно, такие фильмы, как «Реальная сказка» или «Горько» неплохие. «Горько» так вообще со своей задачей справляется на 100%. Показать российскую свадьбу во всей красе. Такова цель этой картины. И эту цель она достигла. И вообще, основная претензия лично у меня к Бэту, помимо того, что у него иногда, ну очень специфичный и странный юмор, это то, что он считает, что в фильме должен быть некий высокодуховный смысл, что должна быть мораль, что зло должно быть наказано, добро победить, а персонажи и зрители должны вынести некий урок. Это все хорошо, и, конечно, такая точка зрения имеет место быть. Но кино, как и любое другое искусство, ничего не должно. Оно не обязано кого-то чему-то учить и кого-то воспитывать. Но в основном, с Бэткомедианом все и всегда соглашаются. Хотя у самого Бэда один из любимых режиссеров это Тарантино. Ну как там с моралью в омерзительной восьмерке? А в криминальном чтиве что? Фильм учит при погоне не заходить в магазины? Ну да ладно. Несмотря на это все, Бэткомедиан талантливый чел. Его ранние обзоры до где-то 2016-го шедевральны. Особенно на фильмы Невского. Действительно угарно сделано. И я могу сказать, что я рос на Бэткомедиане. И спасибо ему за его труд.